Тем временем в Испании растет число жертв шторма «Глория». Стихия унесла жизни по меньшей мере восьми человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Напомню, мощный шторм обрушился на побережье Испании несколько дней назад, вызвав обильные осадки в виде снега. Порывы ветра на восточном побережье страны достигали 130 км в час. А высота волн – 7 метров. В пяти провинциях был введен красный уровень опасности. Стихия оставила без электричества больше 200 тысяч человек. Сейчас шторм уже стихает. Ситуацию с коронавирусом в Китае ввоз назвали сложной. Во Всемирной организации здравоохранения пока не приняли решение о том, нужно ли объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой нового вируса. Тем временем власти города Ухань, где первоначально появилось заболевание, объявили о запрете выезда своих жителей за пределы населенного пункта. Всех горожан обязали носить маски в общественных местах. По последним данным, всего в Китае коронавирус зарегистрирован у 750 человек, погибли от заболевания 17. Вирус диагностирован также в США, Таиланде, Японии и Южной Корее. Накануне в Поднебесную заявили, коронавирус нового типа, вызывающий пневмонию, может передаваться от человека к человеку. Между тем, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш обозначил четыре главные опасности для мира в 21 веке. По его мнению, в числе так называемых всадников апокалипсиса, возросшая геостратегическая напряженность, климатический кризис, растущие глобальные недоверия и темная сторона цифрового мира. Эти опасности могут остановить прогресс 21 века и создают угрозу его возможностям, заключил глава Организации Объединенных Наций.